Так, ну что ж, продолжим, да? Теперь я перехожу к следующему вопросу. К вопросу о том, что принято называть материалистическое понимание истории. То есть, если до сих пор речь шла о философской антропологии Маркса, то теперь я остановлюсь в общем на его философии истории, хотя частично я уже затронул. Спасибо большое, Гришина. Неудобно, что вы не думаете. Беспокойтесь. Я проливаюсь. Материалистическое понимание истории. Прежде всего, я хочу подчеркнуть, что философский материализм Маркс рассматривал как основу своей философской теории, вообще основу своего мировоззрения. И здесь он продолжал линию Фейербаха, с одной стороны, а с другой стороны, вот это подчеркивание материальных, практических, реальных, всякого рода факторов, отношений и тому подобное, было своего рода реакцией на такой панлогизм Гегеля и младо-гегельянцев. Поскольку, как вы помните, немецкая классическая философия в лице и Гегеля, и Фихта, и Шеллинга в своем панлогизме дошла до антологизации, субстантилизации таких сущностей, как мировой дух, абсолютная идея, объективный дух и так далее, и так далее. Это достигло таких уже заоблачных высот, что вызывало реакцию у некоторых мыслителей, в частности, и у Маркса, реакцию, которая состояла в том, чтобы всем этим спиритуальным сущностям, так сказать, и логике понятий, логике идей, противопоставить логику вещей, логику материальных, практических, повторяю, реальных отношений. Другой вопрос, это то, что понималось под материей, что понималось под практикой, что понималось под вещами и тому подобное. И этот ответ на этот вопрос был далеко не очевиден, как я сейчас постараюсь показать. Но сам пафос вот этот Маркса, он ясен, и его можно понять, опять-таки, учитывая вот этот панологизм немецкой классической идеалистической философии. Надо сказать, что если говорить о применении вот этого материализма в истории, то Маркс нигде не использовал термин «исторический материализм», которым часто обозначали впоследствии его точку зрения на эволюцию общества. Этот термин «исторический материализм» был в конце жизни изобретен Энгельсом в введении к английскому изданию его работы «Развитие социализма от утопии к науке», а также в его письмах, то есть речь идет о 1890-1992 годах, когда Маркса уже давно не было в живых, в его письмах Конраду Шмидту и Йозефу Блоху. Он использовал этот термин, а впоследствии его популяризировал Карл Кауский. Ну а в советское время все советские люди, значит, радостно изучали теоретический и исторический материализм. Это было обязательно во всех, так сказать, во всей системе образования, ну, в университетах марксинолинизма и вузах и так далее. Максим делился на эти две части, хотя, повторяю, Маркс этого термина не использовал, а он использовал более осторожный термин материалистическое понимание истории, тем самым, как бы подчеркивая, что речь не идет о некой замкнутой такой доктрине или системе, а речь идет только о некой точке зрения или теоретике философской позиции самого общего характера. Спасибо большое. Вот что же Маркс имеет в виду, когда говорит о материалистическом понимании истории? Надо сказать, что мы находим ряд постулатов у Маркса, которые выражают эту позицию или эту точку зрения, и надо сказать, что она довольно многозначна, как и многое у Маркса, метафорична и не совсем очевидна. С одной стороны, известно, что в введении критики политической экономии, которая обычно приводит этот фрагмент для того, чтобы продемонстрировать, в чем суть материалистического понимания истории. Этот фрагмент широко известен, он вышел во все хрестоматии и так далее. И состоит он примерно, содержание его примерно таково, что в своих отношениях люди вступают, то есть в своей жизни, в процессе своей жизни, люди вступают в объективные, от их воли независящие отношения, производственные отношения. Эти отношения образуют реальный базис, над которым возвышается настройка юридическая, политическая и всякая иная. Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. Ну и с этим уже тезисом перекликаются слова из немецкой идеологии, незаконченном произведении, о котором я говорил, и которое было опубликовано спустя многие десятилетия после смерти Маркса. Состоит это утверждение в том, что сознание не может быть ничем иным, как осознанным бытием, и не сознание людей определяет их жизнь, а наоборот, бытие определяет их сознание, и сознание людей это и есть реальный процесс их жизни, и ничем иным оно не может быть. Примерно об этом идет речь. Но я хочу сказать, что вопреки вот такой местами чеканности, так сказать, и четкости формулировок, на самом деле за этим скрывается очень нечеткое и туманное содержание. В частности, термин материальное, который лежит в основе всей, собственно, этой концепции, у Маркса выступает в разных совершенно значениях. Иногда материальное выступает как синоним природного, и в этом смысле позиция Маркса не отличается иногда от позиции Конта или Спенсера, или других натуралистических в некоторых отношениях концепций. Иногда понятие материальное выступает как синоним экономического. Иногда Маркс рядом ставит эти два слова материальное и экономическое отношения. Как бы экономическое второе, как бы уточняет первое прилагательное. Иногда термин материальное выступает как синоним реальный в Контовском смысле, как синоним одного из значений термина позитивный, как противоположный химерическому, нереальному. Вот из всего этого многозначных этих постулатов вытекают совершенно разные точки зрения на то, как же материальное определяет реальное. Потому что если материальное это экономическое только, то тогда получается, что экономические институты определяют остальные, что в общем весьма сомнительно, и что самому Марксу, например, с Энгельсом постоянно опровергать, теории так называемого экономического материализма. и Энгельсу приходилось все время говорить, что это в конечном счете производственные отношения и производительные силы определяют остальные стороны и так далее. Если речь шла о первом значении, где слово материальное это синоним природное, то тогда это чисто натуралистические концепции, которые в общем к собственному материалистическому пониманию истории имеют такое же отношение, как и ко многим другим. и так далее. Если к этому добавить, что термин бытие очень многозначен, потому что нет никаких оснований считать, допустим, что бытие это экономика, а политика, мораль, наука и так далее это не бытие, а сознание. Почему, собственно говоря? Во-первых, не существует экономики без экономического сознания тоже. Во-вторых, политика, право, наука и так далее, это ничуть не в меньшей степени бытие тоже, чем экономика. Это тоже практика, это тоже социальная практика, и человеческая практика разворачивается не только в экономической сфере, но и во многих других. Поэтому Марса очень рано стали критиковать за то, что, а что, собственно, относить к общественному сознанию, а что к бытию. И это отнюдь не праздный был вопрос, и критика на этом основании была, в общем, вполне обоснованной и справедливой. Если к этому добавить, что слово определяет, и очень многозначно, что значит быть, и определяет сознание, может означать и влияет, и так далее, и тогда здесь иногда и возражать, собственно, непонятно против чего. Если понимать таким образом дело, что какие-то стороны относятся к бытию, другие к сознанию, то тогда можно сказать, что одни сферы реальности влияют на другие сферы реальности. Ну и что это настолько тривиальный тезис, что ни о чем тут говорить, никто никогда и не подвергал этому сомнению. Если под бытием понимать вот то, что я сказал, то есть самые разные стороны практической жизни людей. Ну и вообще существует еще идущий от древних римлян способ доказательства, который звучит так, прежде чем мыслить, надо жить. И в этом смысле вот это тоже распространенное рассуждение Марса о том, что прежде чем заниматься философией, наукой, религией и так далее, нужно есть, пить, одеваться и так далее, это абсолютно верно. Но это не значит, что люди думают, в зависимости от того, что они едят, пьют и носят, так сказать, в качестве одежды. И способ доказательства, что раз без средств жизни обеспечения, если уж говорить о чисто таком экономико-биологическом смысле, понятии материальное и бытие, можно сказать, да, человек, конечно, не может заниматься, условно говоря, философией, социологией и так далее, без того, чтобы есть, пить, одеваться. Но число объектов, без которых он не может заниматься философией, и социологией, на самом деле, бесконечно. Можно сказать, что нельзя без кислорода, например, и заниматься философией, социологией и так далее. И на этом основании сделать вывод, что кислород определяет наше сознание. В каком-то смысле, да. Можно сказать, что без солнца мы не можем тоже жить, и это тоже будет верно, и без азота не можем, и так далее. Число объектов, без которых мы не можем обойтись для того, чтобы заниматься мыслительными или какими-то другими интеллектуальными вообще процессами или познавательной деятельностью и так далее, оно бесконечно. Но это значит, что это ключ, который открывает все двери и не открывает ни одной. Поэтому, повторяю, вот эти главные постулаты материалистического понимания истории, они недоказуемы и неопровержимы, поэтому их невозможно обсуждать. Но в этом же понимании была и очень важная и плодотворная для социологии установка, которая составляет необходимые условия существования социологии как науки вообще. Я имею в виду мысль о том, присущая этому пониманию, мысль о том, что подобно тому, как о человеке, об отдельном индивиде нельзя судить на основании того, что сам он о себе думает и говорит, подобно этому и об обществе, и о социальных группах недостаточно судить на основании того, что сами они о себе говорят и думают. Иначе говоря, на основании тех идей, которые они о себе создают. Значит, нужно стремиться выявить некую более глубокую реальность с тем, чтобы понять, откуда сами эти идеи происходят, нужно проникнуть в какие-то более глубокие слои. А для этого, собственно, и нужна социология и вообще социальная наука. Если бы то, что люди говорят о себе совпадало с тем, что они есть на самом деле, то не нужно было бы никакой ни психологии, ни других наук, а человеке. Точно так же и никакой социологии не нужно было бы, и истории не нужно было бы. Если бы достаточно было того, что сами социальные группы, глобальные общества и так далее говорят о себе. И в этом смысле вот содержащаяся в материалистическом этом понимании истории и вот эта установка, эта ориентация была, безусловно, чрезвычайно важной, полезной, конструктивной и составляла условия эссины кванон, так сказать, для вообще социологии как науки. Теперь я перегожу к методологии Маркса. Можно вопрос? Пожалуйста. А вот это очень похоже на проблематику социологии познания, особенно в ее как бы зарождение. Совершенно верно. И рискались ли вот эти течения марксизма в социологии познания? Вы знаете, я об этом позже скажу, что Марс был одним из родоначальников как раз социологии познания. И это особенно в его теории идеологии, но я еще об этом скажу позже. Теперь о методологии Маркса. Ну, Маркс, как и Гегель, как и Конд, как и многие другие в 19 веке считают, что социология, как социальная наука, как и любая наука, исследуют законы. Под законами он понимал вслед за Монте-Скея, можно сказать, необходимые, необходимо присущие явлениям внутренние свойства, качества. Но при этом Маркс вслед за Гегелем формулирует постулат об исторической необходимости, и поэтому в его трактовке законов присутствует некий элемент фатализма, так же, как и у Гегеля. И у Конда, кстати, тоже. И отсюда вытекало его стремление пророчествовать. Маркс, как и Конд, эволюционист и прогрессист. Поэтому он рассматривает общество, как располагающееся на различных ступенях эволюционной и прогрессистской лестницы, на определенной лестнице прогресса и эволюции. Но, повторяю, отсюда вытекала его любовь к пророчествам, предсказаниям всякого рода. При этом я хочу обратить ваше внимание на то, что существует два понимания законов научных. Одно понимание, такое, я бы сказал, либеральное, второе активизирующее. В чем первое состоит? Состоит оно в том, что законы, это есть некая данность, так же, как законы природы, мы не можем и не должны не ускорять их, не тормозить, и не можем не ускорять, не тормозить. Мы можем только на них опираться, если мы хотим оказывать воздействие на соответствующие процессы, будь то природные или социальные. Существует и другое представление о законах, а именно активизирующее понимание закона. Что это значит? Это значит, что раз мы уже знаем, каковы законы, каковы предначертания этой исторической необходимости, то мы, люди, которые уже знаем, куда мы движемся, мы не можем ждать, пока это счастливое будущее, поскольку речь идет о прогрессивской концепции, пока это счастливое будущее наступит. Если мы, условно говоря, хорошие люди, нравственные личности, то мы должны постараться приблизить наступление этого счастливого будущего, раз уж мы знаем, куда мы идем, знаем этот конечный пункт. Следовательно, мы должны все сделать для того, чтобы человечество поскорее приблизилось к этому пункту. А кто не хочет, вот тех нужно, во-первых, они плохие люди, во-вторых, нужно, чтобы они не мешали прогрессу всего человечества, и нужно их убрать с этой вот магистральной дороги и в той или иной форме ликвидировать. Так? И такой вывод был сделан, потому что в некоторых обществах, и в нашем в частности, те, кто либо объективно по своему происхождению, так сказать, в интерпретации этих технологов, так сказать, социальных, либо субъективно не желали идти по пути уже известному некоторым мудрецам, они часто были не очень умные люди, при этом, в отличие от Маркса, значит, то их нужно с пути убрать. И эти выводы делались, это имело довольно печальные последствия. Вот это активизирующее понимание законов, как раз и было присуще и большевикам, и многим другим последователям Маркса. И ему самому было присуще, поэтому он, я думаю, несет ответственность за такого рода интерпретацию его доктрины. Если говорить о методологии Маркса, то нужно подчеркнуть значение противоречий в его исследованиях. Чтобы Маркс не исследовал, он всегда стремится выявить противоборствующие тенденции, социальные силы, идеи, классы и так далее, и так далее, с тем, чтобы выявить каком же, с тем, чтобы выявить причину того или иного явления. Очевидно, что этот взгляд методологии уходит своими корнями в Дегилевскую доктрину. В отличие, например, от Прудона, которому было присуще понимание противоречий как неразрешающихся диалектическим синтезом, для Прудона характерно диодическое, так сказать, представление о противоречиях, согласно которому во всех явлениях всегда сосуществуют, условно говоря, положительные и отрицательные стороны, и так они сосуществуют, и благодаря этому существует развитие. По Гегелю же развитие происходит в форме триады, по формуле тезис-анти-тезис-синтез, диалектический синтез, который разрешает это противоречие. Здесь мы имеем дело с триадой, а не с диадой. И вот Маркс как раз ему близок гегелевский подход к анализу противоречий, и его методология это триадическая, так сказать, тезис-анти-тезис-синтезис-синтез, и диалектический синтез по Марсу всегда разрешает это противоречие, будь то глобальные, социальные процессы или какие-то частные явления социальные. Надо сказать, что у Маркса, так же, как и у Фонта, мы находим две противоположные теоретико-методологические тенденции, которые, собственно говоря, существуют на всем протяжении развития, на всем протяжении истории социологии по сей день. И поэтому мы говорим о том, что существует объясняющая социология с одной стороны, понимающая с другой. Естественно, научная тенденция с одной стороны, гуманистическая социология с другой. Но их по-разному обозначают. Так вот, так же, как у Конта, мы находим и вот эту позитивистко-натуралистическую, естественно, научную тенденцию с одной стороны в его объективной социологии в объективном методе и другую тенденцию, которая получила название понимающей социологии в его субъективной социологии. Так и у Маркса мы находим две противоположные тенденции. С одной стороны, такую позитивистко-натуралистическую, продолжающую, рассматривающую социологию как своего рода естествознание, ориентированную на естественные науки. Я уже цитировал высказывание Маркса о том, что в будущем наука о человеке включит в себя естественные науки, а естественные науки наоборот вберут в себя науку о человеке и по сути это будет одна наука. Это тезис, под которым Конт с удовольствием подписался в период создания курса позитивной философии. Это же мы находим в его методологии, поэтому всякого рода системные представления, о чем я уже говорил, взятые и из геологии, и из биологии, и элементаристский подход, связанный с клеточной теорией и представления идущие от тогдашней морфологии и так далее. Поэтому мы находим у него и так называемый общенаучный метод восхождения от абстрактного к конкретному, который, кстати, тоже в одной из рукописей был найден и по поводу которого много чернил впоследствии было использовано и типографские краски тоже, согласно которой в одной из рукописей Маркса он разделяет процесс познания на три стадии. Первая стадия это так называемая чувственная конкретная это стадия сугубо эмпирическая стадия связанная с восприятием органов нечувств. Вторая стадия это абстрактное то есть теоретический уровень. И наконец третья стадия это так называемая мысленная конкретная повторяю первая стадия чувственная конкретная вторая абстрактная и третья стадия мысленная конкретная то есть это уже возврат конкретному к объекту во всех аспектах во всех аспектах но уже в отличие от первого конкретного это уровень опосредованный теоретическим знанием и вот эта третья стадия мысленная конкретная это есть высшая ступень познания вот это восхождение от абстрактного конкретного повторяю некоторые марксисты и марксологи очень много про это написали стараясь интерпретировать и домыслить что бы там маркс мог иметь виду здесь и капитал анализировался под этим углом зрения ну значительной мере это часто проецировало взгляды самих интерпретаторов так считаете марксисты которые прочитали эту маркс или так у маркса нет так у маркса но дальше начиналось как это интерпретировать и находим ли это мы в исследованиях самого маркса вот этот подход так сказать и если как следует поискать то можно найти собственно замечу в скобках что классик тем и отличается от простого человека что у него можно найти все что угодно если очень хочется но поэтому я и говорю что у него это было то что я сейчас сказал но дальше начинались интерпретации были про диалектику абстрактного и конкретного написано очень много написано много томов и здесь начиналось часто всякого рода домысливание и тут простор для интерпретации о чем я говорил в прошлый раз был необычайный и это стимулировало мысль потому что повторяю туман он тем хорош что в этом тумане в этой сырости произрастают разного рода цветы грибы и так далее в отличие от ясных теорий где если она очень уж хороша то интерпретаторам уже делать нечего они отдыхают так сказать а в классике были такие теории почему шляпы были я думаю были но судьба теории была иногда не столь счастливой как в теориях туманных я так думаю я в прошлый раз говорил что я на эту тему статью опубликовал в Англии там как раз пытаюсь хотя это может быть здесь есть элемент иронии но пытаюсь как раз показать что наиболее популярные теории чаще бывали и наиболее туманными это говорит о том что они стимулируют больше но не столько может быть часто сам процесс исследования сколько разного рода стимулирует мысль но это отдельный разговор мы находим у Маркса и общенаучные методы вот о чем я сейчас сказал мы находим у него и структурно-функциональный подход и сравнительно исторический подход и историко-генетический подход но мы находим у Маркса и другую противоположную теоретику методологическую тенденцию антипозитивистскую условно говоря и хотя я говорил в прошлый раз я не знаю что такое позитивизм но позитивизм понимаемый как натуралистическое некое течение вот в этом смысле антинатуралистическая позиция у нас у Маркса извините обнаруживается гуманистическая так называемая тенденция понимающая в чем это проявилось это проявилось прежде всего в том что в отличие от этой академической науки науки ориентированной на естественно на естественные науки на естественно научное знание Маркс рассматривает в качестве высшей формы познания не собственно познавательную деятельность как таковую специализированную познавательную деятельность а практику для него практика это высшая форма познания и поэтому то что сегодня вообще говоря занимаются наукой специальные ориентированные люди ученые для него это выступало как в общем-то временное явление и в будущем обществе вот эта специализация исчезнет и вместе с исчезновением разделения труда практика вот высшая форма познания и Маркс склонен в отличие от других теоретиков рассматривать познание не как специфический вид деятельности вообще или самодостаточный вид деятельности или иначе говоря самоценный вид деятельности для него она прежде всего занимает эта деятельность подчиненное место по отношению к практике к преобразованию общества к практической вообще деятельности поэтому мы находим у него этот знаменитый тезис на фейербахе опять-таки который очень многим инфонировал что философы лишь различным образом объясняли мир а дело заключается в том чтобы изменить его и вот для Маркса изменить мир было гораздо важнее чем объяснить его то время как задача науки собственно и философии и других форм знания все-таки прежде всего объяснить а изменить это дело каких-то уже других форм деятельности так вот это не случайно и хотя Маркс признавал автономию повторяю познавательной деятельности в частности научной но для него она была прежде всего занимала подчиненное повторяю место по отношению к практике и это как раз и характеризует его прежде всего как сторонника вот такой анти позитивистской антинатуралистической и собственно антинаучной в каком-то смысле идеи это же мы часто находим у многих мыслителей которые считали что наука она менее важна чем жизнь вот это мы находим и жизнь выступает как главная познавательная категория мы находим это и у Булгакова и у многих других для кого специфическая познавательная деятельность в общем-то не так важна и самоценность познания растворяется в ценности так называемой жизни или практики как хотите кроме того мы находим элементы такой вот понимающей гуманистической социологии Марса и в его публицистической деятельности и в его политической деятельности и так далее все это опять же в какой-то мере служило тоже проявляло вот эту такую установку на то что лучшая форма познания это практика все-таки ну и наконец если говорить о методологии Маркса то нельзя не отметить и то что Маркс не использовал то что принято впоследствии было называть эмпирическими исследованиями или методами в частности он в начале своей карьеры когда он только начинал свою журналистскую деятельность в качестве редактора Рейнской газеты в 1842 в 1843 годах он начал публиковать цикл статей и тоже конечно не оконченный как и многое другое под названием оправдание Мозельского корреспондента в этих заметках в этих статьях Маркс описывал тяжелое положение Мозельского крестьянства и после того как появились две резкие довольно заметки в Рейнской газете она была обвинена в тенденциозном подборе фактов в радикализме и так далее и Маркс тогда стал собирать факты и подчеркивал что вот как он писал мы хотим строить все наше изложение на одних только фактах и стараемся только по мере сил выразить эти факты в обобщенной форме ну и стал он собирать официальные документы указы инструкции распоряжения правительства местных органов власти он использовал и личные документы письма и даже некоторые данные опроса какого-то числа лиц беседок где речь шла о беседах высокопоставных представителей администрации с местными чиновниками о столкновениях чиновников с крестьянами и так далее конечно эти исследования нельзя считать эмпирическими в современном смысле слова но в своей журналистской деятельности некоторые элементы такого рода подхода можно найти ну а кроме того в 1880 году уже Маркс опубликовал во французском социалистическом журнале анкету для рабочих которая насчитывала примерно 100 вопросов относительно различных сторон где было предложено читателям журнала ответить на вопросы этой анкеты которые касались различных сторон жизни образа жизни взглядов рабочих рубисоциалист социалистический журнал назывался этот журнал вот эти вопросы они тоже любопытные с точки зрения понимания Маркса как социолога теперь я перехожу к пониманию Маркса теории социальных систем Маркса теория социальных систем Маркса представлена и воплощена прежде всего в его понятии формации понятии общественной формации я уже сказал что Маркс заимствовал понятие формации из геологии прежде всего видимо через посредства трудов Гегеля Фейербаха которые тоже использовали это понятие в его геологическом смысле понятие формации в 18 веке ввел в науку немецкий геолог Фюксель Фюксель а впоследствии популяризировал другой известный немецкий биолог начало 19 века Вагнер и Маркс не случайно когда рассуждает об общественных формациях он использует часто геологические аналогии геологические аналогии при этом я подчеркиваю что в отличие от наших работ на эту тему у Маркса нет никакого понятия общественно экономическая формация через черточку как вы можете найти это во многих работах это конечно какой-то миф у Маркса есть понятие общественная формация или по-немецки гезель шах формацион если же Маркс а он использует иногда термин общественная экономическая формация этого не есть но в этом случае он понимает экономику экономику когда он говорит общественная экономическая формация имеется ввиду экономическая структура общества экономика значит Маркс использует термин формация в нескольких значениях иногда термин общественная формация означает у него социальная система в целом глобальное общество на определенные ступени его развития и кстати здесь аналог опять-таки с геологией очень важен и в общем-то достаточно показатели так же как в геологии формация это и есть некий комплекс пород составляющих единых некий комплекс пород объединенных находящихся в одном слое геологическом и свидетельствующие об одном возрасте так и для Маркса общественная формация это некий комплекс многоуровневый комплекс опять-таки точно так же как и в геологии в понятии геологической формации кстати еще оно использовалось и в ботанике тоже использовалось и так же для Маркса он свидетельствует формация свидетельствует о некой возрасте общества сказать какой формации относится общество значит сказать в каком возрасте оно находится потому что по выражению Маркса общественная формация это ступени термин ступени здесь очень характерен ступени определенные ступени развития общества и значит формации располагаются на определенных ступенях лестницы эволюции или лестницы прогресса вот это представление формации как о социальной системе в целом оно чрезвычайно важно и оно особенно существенно для социологии формация по Марксу состоит из ряда таких уровней в которых существуют разные слои разные уровни или слои существуют формации базовый слой это способ производства наиболее важный или структурообразующий можно сказать и он задает некую самодождественность и идентичность той или иной формации способ производства состоит из двух сторон или двух аспектов это производительные силы и производственные отношения производительные силы составляют некий динамический такой аспект способа производства они обладают некой такой витальной жизненной силой и закон их состоит в том что они обязательно развиваться должны и не могут не развиваться развиваясь они воздействуют на производственные отношения заставляя их изменяться так сказать и приспосабливая их к себе при этом производственные отношения всегда отстают от темпа так сказать и уровня развития производительных сил и вот из этого противоречия между интенсивностью так сказать развития производительных сил и скоростью развития производственных отношений и возникает развитие всей социальной системы они между собой вступают в противоборство производственные отношения постепенно становятся из форм развития производительных сил становятся средством их торможения и соответственно в результате этого противоречия наступает диалектический синтез и это производственные отношения меняются кроме того существуют и другие уровни в общественной формации это уровень правовой другой это можно было бы нарисовать в виде схемы такой где в основе лежит вот этот способ производства затем идет по Марксу политика затем право затем и тут другие слои можно сказать здесь расположится наука если реконструировать здесь искусство мораль и религия где-то вверху и философия причем вот это расположение уровня оно не случайно для Маркса чем более выше уровень тем он более эфемерен так сказать и тем менее меньше плотностью если угодно тем меньше материальностью он обладает и наоборот чем ниже вот самый реальный самый материальный самый практический вот этот уровень политика ближе к этому она обладает большей степенью то есть меньшей степенью реальности но зато больше чем право право обладает большей степенью реальности и так далее ну а религия мораль и так далее это что-то из области уже таких эмпирей совершенно уже из области сознания так сказать и они уже практически неким предметным таким бытием почти не обладают и выступают по Марсу скорее как средство осознания вот этих нижних слоев, чем собственным автономным материальным практическим существованием. Это очень важно понять, почему для Марса здесь в таком случае одно выступает как бытие, а другое как сознание. По идее он мог бы и мораль воспринимать как бытие, но это не так. Надо сказать, что понятие общественной информации Марс использует и применительно к отдельным подсистемам, социальной системой. До сих пор я говорил о первом значении и фундаментальном, это значение социальной системы в целом. И кстати в геологии, отмечу в скобках, тоже давно от понятия, так же кстати как и в социологии, понятие информации сменилось понятием геологической системы, как более нейтральным. И в социологии, я замечу, скобках тоже социальная система, понятие более нейтральное, не предполагающее фиксацию вот этого самого возраста и оценочный элемент, который состоит в том, что формация автоматически означает место на эволюционной лестнице или на лестнице прогресса. Ну известно, кстати, чтобы закончить с этими глобальными формациями, отмечу, что по Марксу вначале существует, история развивается таким образом, что вначале имеет место первобытная формация, затем рабовладельческая, феодальная, затем буржуазная, и, наконец, коммунистическая, состоящая из двух фаз, социализм и, собственно, коммунизм. Это так называемая пятичленка, которая в советских учебниках всегда фигурировала, хотя у Марса это выглядит все не так однозначно просто, к тому же у него существует понятие азиатский способ производства, которое время древнее разрешалось советским ученым дискутировать на тему о том, что такое азиатский способ производства, и два раза такие дискуссии происходили, сначала в 30-е годы, затем в 60-е, потом их завершали благополучно. Они носили в значительной мере схоластический совершенно характер, но ясно только, что те, кто говорили о том, что азиатский способ производства это нечто особое, и что он не вписывается в эту пятичленку, а они стремились, особенно для востоковедов, это было важно, потому что это позволяло им исследовать восточное общество не по этой схеме, поскольку даже и в Европе-то эта пятичленка почти не обнаруживалась, на самом деле это идеально типическая конструкция, а уж на Востоке-то и подавно. Но, тем не менее, в советском обществоведении эта формационная такая эволюционная схема, она доминировала, и все были обязаны обществоведы признавать эту пятичленку, а кто не хотел, так ему было плохо. Особенно учитывая, что высшая формация победила в нашем обществе, поэтому надо было, чтобы все остальные общества рассматривались как, так или иначе, долженствующие достичь этого благословенного состояния. И еще был анекдот, в то время популярный, учитывая эту лестницу, что вот в Древнем Риме происходит демонстрация рабов, которые идут с лозунгом «Да здравствует феодализм, светлое будущее всего человечества». В этой пятичленке следующим за рабовладельским строем шел феодализм. Ну и интересный момент тоже, который мне удалось обнаружить, это то, что в переводах Маркса, в тех случаях, когда слово «формация» применялось не к социальной системе в целом, тогда переводчики в этом собрании сочинения Маркса и Энгельса переводили этот термин как «образование», хотя у Марса, надеюсь, на «формация». И я думаю, это не случайно, потому что нужно было оставить этот термин в его чистом и незамутненном, так сказать, виде для обозначения вот этих глобальных ступеней, их глобальных обществ, характеризующих ступени прогрессивного развития. Ну а вот теперь Марс использует, повторяю этот термин, и применительно к отдельным подсистемам, социальные системы. В частности, он использует термин, этот применительно к экономике, использует термин «формация», и применительно к идеям. Он использует термин, как я уже сказал, «общественная экономическая формация», имея в виду экономику, а не социальную систему в целом. И в этих случаях часто переводили тоже как «образование». И у него есть понятие «идейная формация», «идей информацион». И в этих случаях, в переводах, это перевод присутствует в наших как «идейное образование». Хотя у него идейная информация часто. Ну и, наконец, Марс использует термин «формация» и применительно к микросоциальным единицам, в частности, к общине первобытной. Он иногда тоже использует термин «формация». И, опять-таки, тогда это переводилось как «образование». Наконец, у Маркса находит в, обращаю ваше внимание, в наброске письма, наброске черновика письма Вере Засулич. Он использует термин «первичная формация», «вторичная формация», подразумевая, видимо, существование третичной. Под первичной формацией понимается первобытная формация, под вторичной все антагонистические формации, предшествующие коммунистической, и третичная – это уже высшая формация, которой стремится человечество. А можно спросить? Пожалуйста. Как Вам в Вере Засулич удалось добиться такой формации? Маме из-за старого Маркса. Вы знаете, дело в том, что я не помню сейчас, я давно смотрел эти вещи, но если мне не изменяет память, переписка имела место. Марс вообще находился в контакте с российскими социал-демократами, он тогда еще не был социал-демократической партии, но с деятелями революционного движения. Он был и с Анненковым знакомым к нему, и с Ковалевским, кстати, с Максимом Факсимовичем. И часто россияне обращались к нему с теми или иными вопросами по поводу тех или иных сторон его доктрины. И если мне память не изменяет, я просто сейчас не помню, по-моему, Вера Засулича сама написала письмо, я могу уточнить, посмотреть. И он ей отвечал, письмо по-французски было написано. То есть для него это было просто рядовое такое сообщение, что он часто упоминался. Что вы говорите? Для него это было нормальное сообщение, переписка. Ну а как же? Вы знаете, эпистолярный жанр в 19 веке был очень развит. Нет, я не к тому. Я к тому, что вот это письмо к Вере Засуличу, оно как бы очень известно. Да, наброски письма. Наброски письма. Но и они очень умные. Само письмо, кстати, по-моему, не обнаружено. А вот эти черновички, они есть. И оно же достаточно обширное. Кто? Письмо? Нет, наброски. Нет, насчет письма остается только гадать, какое оно было по величине. Наброски небольшие. Хорошо. Но вокруг этих набросков написано очень много. Да, и по поводу первичных, вторичных, как это понимать. Я это опять возвращаю к прошлому. Я опять хочу это отметить, что то, что называется идеей Маркса, это построено либо на неоконченных произведениях, либо на рукописях, либо на письмах, либо на черновиках писем, либо на набросках к этим черновикам. И это очень важный момент. Вот, собственно, я хочу сказать, что, в принципе, понятие формации, оно имело благотворное такое значение. И можно сказать, что, хотя в нем присутствовал, может быть, в значительной мере, вот этот эволюционистский такой пафос, связанный с пониманием формации, как ступеней, ступеней к некоему высшему состоянию, так же, как конта. Но при этом это понятие было вполне плодотворное, и в нем присутствовала установка на системное исследование общества. Но что в нем, конечно, содержало серьезный изъян, это то, что в понятии формации у Маркса присутствовал элемент редукционизма и сведения всех элементов формации к этому уровню, нижнему слою. Ну и то, что опять-таки это рассматривалось, несмотря на то, что Маркс исходил из системного видения общества, тем не менее этот редукционизм противоречил этой системной установке в значительной мере. Маркс иногда говорил о взаимодействии между различными уровнями, но в целом все же он склонен был к тому, чтобы рассматривать отношения между уровнями как отношения причины и следствия. И в качестве причины выступает вот этот нижний уровень способ производства, производственные отношения, а в качестве следствия остальные слои. Ну и то, что он приписывал одним уровнем один онтологический статус, а другим другой, это тоже было плохо с такой теоретико-методологической точки зрения. Для него наиболее реальными выступали эти нижние слои, политика тоже, хотя и в меньшей степени, чем экономика. А дальше уже мораль, наука и так далее, они уже выступали как своего рода эпифеномены. Теперь я остановлюсь на теории социального развития Маркса, его теории социальной революции. Ну как я уже сказал, для Маркса формация это ступени прогресса. Маркс, как и Конд, верит в прогресс. Как и Конд, он исторический эволюционист. То есть, с его точки зрения, все общества так или иначе проходят в своем развитии определенные фазы, переходя с одних фаз на другие. Если для Конд эти фазы это три стадии, о которых мы с вами знаем, то для Маркса это формации как раз. Но между ним и Конд существуют и серьезные различия в понимании социальной эволюции. И прежде всего это связано с тем, что для Конд, как мы знаем, социальная система это прежде всего такое консенсуальное образование, это солидарное, целое. А для Маркса противоречивые. И в формации постоянно существуют напряженные отношения между различными уровнями и, соответственно, группами. Они все, помимо того, что противоречия существуют в нижнем слое, существуют противоречия между всеми другими слоями. И между социальными силами, тенденциями, группами и так далее. Кроме того, для Конд в социальной эволюции важна прежде всего преемственность. Поэтому для Конд традиция это великая плодотворная сила в истории. А для Маркса наоборот. Поэтому он начинает свое знаменитое произведение 18-е брюмера Луи Бонапарта с не менее знаменитых слов. Традиции всех мертвых поколений тяготеют как кошмар над умами живых. И вот то, что он рассматривает эти традиции как кошмар, весьма характерно. Потому что для него, в общем, социальное развитие происходит таким образом, что это постоянно... Осуществляется таким образом, что происходит постоянный разрыв с прошлым. Постоянная ломка самих основополагающих рамок социальной системы. В отличие, повторяю, от Конда. Поэтому для Маркса идеальное социальное развитие это перманентная революция. И вот понятие революция, оно весьма характерно для Маркса. И составляет его, собственно, теория революции составляет его вклад в исследование социальных изменений. Если по Конду социальное развитие происходит плавно, так сказать, или по французской пословице, чем больше изменяется, тем больше остается самим собой. Хотя и Конд признает существование критических фаз в развитии общества, но для него это скорее некая патология. А для Маркса постоянная перманентная революция это некая норма, которая, в общем, чрезвычайно желательна для успешного продвижения общества к идеальной фазе золотому веку, то есть коммунизму. И хотя Маркс признает существование и застойных периодов развития общества, и признает и существование значения реформ в социальном развитии, и все же и то, и другое для него это все-таки тормоз в развитии, тормоз, который желательно было бы, от которого желательно было бы избавиться. Идеал развития это перманентная революция, и по Марксу, Маркс использует термин революция в разных значениях и в разных сочетаниях. При этом он сближает социальную революцию, которая, в общем, состоит в смене этих самых общественных формаций, он сближает это понятие социальной революции то с понятием экономической, то с понятием промышленной революции, то с понятием политической революции. И вот больше всего он сближает его постепенно и отождествляет с понятием политической революции. Так что вот эта политическая революция постепенно превращается в нечто самодавлеющее и самоцель. политическая революция, то есть овладение властью некой социальной силой или классом и установление диктатуры этого класса. Маркс исходит из того, что во время социальных революций, время как бы сжимается, и общество проходит в своем развитии гораздо больше, больше путь, так сказать, больше социальное расстояние, чем в обычной эпохе. Здесь тоже, кстати, перекличка с Сен-Симоновскими и Контовскими идеями. И вообще, кстати, то, что мы наблюдаем некие общие черты, все-таки они есть, общие черты в эволюционных представлениях Маркса и Конта состоят, прежде всего, связанные с тем, что оба они все-таки ученики Сен-Симона в значительной мере. Я, кстати говоря, о том, кто оказал на Маркса влияние, говорил в целом о французском, так называемом, утопическом социализме, но надо было бы подчеркнуть значение Сен-Симона. Здесь и значение промышленности, и роли производительного труда, и сам идеал социализма, и идея равенства. И многие другие идеи Сен-Симона у Маркса получили дальнейшее развитие. Вот отсюда формула Маркса, локомотивы, революция – это локомотивы истории. То есть, этим самым, в такой метафорической форме, он и выражает вот эту идею сжатия социокультурного времени во время революции, период революции. Но для Марса революция социальная – это не всякий переход от одной формации к другой. Это и специфический способ этого перехода, а именно это обязательно такой резкий, тотальный и быстрый сдвиг во всей системе социальных отношений. Отсюда и его интерпретация насилия, романтическая интерпретация, которая рассматривается как некий такой неизбежный спутник революционных сдвигов. Известна еще тезис Маркса о том, что революция – это повивальная бабка всякого старого общества, когда оно беременна новым. И это слова из капитала, они заворожили очень многих и имели тоже такой отклик в сердцах тех людей, позитивный отклик, для которых насилие импонирует. И отсюда этим отчасти объясняется все, что так много радикалов в разных концах земного шара, неважно, есть там пролетариат, нет пролетариата, или там какие-нибудь аборигины бегают с копьем. Но прочитав эту фразу, они радостно схватились за свои копья и стали делать всякие башка, не думая о том, про пролетарии, там буржуи или кто-то еще. И этим объясняется популярность Маркса и в восточных обществах, и во всякого рода других, где пролетариатам и не пахло. Но романтизация, идеализация насилия, радикализм, связанный с этим, и это пришлось по душе, повторяю, очень многим, кто к этому насилию был готов, он находил у Маркса обоснование своим этим устремлением. По Марксу только в будущем коммунистическом обществе «Социальные эволюции перестанут быть политическими революциями», как он писал в одной из ранних работ. А до того, последним словом, как он писал в «Социальной науке» будет победа или смерть. Цитировал он здесь Жорж Санг из одного из его произведений. Теперь я перехожу к его теории классов и классовой борьбы, хотя круто, что у нас, без десяти закончу. Ну ладно, я тогда, чтобы уже не комкать, нам осталось рассмотреть, собственно, две стороны Марксовой социологии, две части. Это его теория классов и классовой борьбы и социологию познания, и потом подвести... Что вы говорите? Ему подвести некоторые итоги. Так это, когда уже это сделаем в следующий раз, и в следующий раз перейдем к рассмотрению социологии Спенсера. Если у вас есть вопросы по предыдущему обложению, то, пожалуйста, задавайте. Нет вопросов? Тогда счастливо, всего доброго. Спасибо большое. До следующей субтитры.